Дорогие мои депутаты, у меня четыре пункта, но я просто стараюсь кратить, потом услышав вопросы. Первый пункт – организация оказания населения Назаровского района первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной. Данные виды медицинской помощи доступны для жителей Назаровского района и оказываются приняты для уровня системы организации медицинской помощи для населения. У нас начальный уровень, то есть мы должны оказать первичную медико-санитарную помощь и дальше уже, если не хватает исследований каких-то специалистов, то есть отправляем на второй этап. Второй этап для нас идет Назаровская районная больница. И уже оттуда специалисты Назаровской районной больницы пишут направление и мы отправляем при необходимости в следующий уровень. Следующий уровень – это межрайонная больница, перинатальный центр, там краевые учреждения, кровавая больница, властной центр и так далее. Все это делается в рамках реализации программы обязательных медицинских страхований, то есть для жителей это бесплатно. Значит, на текущую дату проведена консультация крыльевого учреждения за 11 месяцев, это 189 человек. Высокотехнологичная помощь оказана 8 человек. Высокотехнологичная помощь – это аптоксизирование, тазобедренных суставов, коленных, кардиохирургические операции. Значит, по исполнению показателей. Значит, выполнено нами 97,135 посещения по амбулаторно-политническим посещениям, что составило 96,1% годового плана. По дневному стационару проведено 697 человек, это 87% от годового плана. И по круглосуточному стационару 833 человека, 85,8% от годового плана. Функциональные исследования, стационарная узкоспециализированная медицинская помощь, консультация узких специалистов, оказывается по предварительной записи со сроком ожидания до двух недель, что соответствует принятым порядкам оказания медицинской помощи. В экстреме случаях, то есть если ситуация экстренная, то оказывается объединение обращения, ну, в час даже может быть обращение. Значит, второй пункт. Исполнение дорожной карты по заработке платит. Значит, исполнение дорожной карты осуществляется в соответствии с указом президента Российской Федерации 4 мая 2012 года, номер 397. Значит, по категории медицинский персонал, это делится на две категории, врачи, средний персонал, мальчий медицинский персонал. Возле каждой группы имеются свои подгруппы. В зависимости от сложности оказания медицинской помощи, значит, целевые значения дорожной карты по врачам у нас на, как бы, этот год 51 тысяча 150 рублей. По факту составило за октябрь месяц 47 тысяч 222 рубля, что составило 92,5 процента от цели. Связано-то было с тем, что у нас в октябре еще были, как бы, многие врачи в отпусках, поэтому, конечно, при все отпуски мы считались еще по старой системе оплаты туда. В абсолютных цифрах прибавка составила от 1000 до 10 тысяч. Хочу сразу оговориться, что эта сумма, то есть она складывается не из работы на ставку, а с отчетом всех подработок, которые даже какие-то платные услуги, дежурства, то есть заместительства из помещения. Значит, последний персонал, целевые цифры у нас составили 25,46, так, 660 рублей, по факту составило 23 тысячи ровно, составило 90,3 процента. Прибавка по отношению к прошлому месяцу составила от 600 рублей до 6 тысяч, тоже зависит от процента от количества совмещений. Значит, и по младшему медицинскому персоналу целевые показатели 22 тысячи 370 рублей, составило по факту 22 тысячи 460 рублей, то есть превышение на 0,4 процента. Но в графе здесь прибавка по отношению к прошлому месяцу составила 25,5 процентов, что составило от 2,5 тысячи, потому что сейчас ставок чисто у младших медицинских сестер у нас нету, они состоят из сборных, а 75 процент состоят из уборческих, и на 0,25 это именно санитарка. Поэтому прибавка получилась только на этой 0,25 ставки. Значит, следующий вопрос. Порядок оказания экстремене отложенной медицинской помощи. Значит, экстренная медицинская помощь оказывается у нас круглосуточным режимом, то есть рабочее время оказывается силами развернутых амбулаторий, участвуем, полиц, папа, а вечернее время начинается дежурство на домах. Чтобы путаницы не было, нам согласован такой план, что мы отправляем график дежурства на скорую помощь, и жители просто звонят по телефону МНТ, там, с комбинацией, приходят на диспетчера скорой помощи. И оттуда уже идет дозвон на медицинского работника согласно графику, и либо они оказывают сами медицинскую помощь, либо вызывают на себя машину, бригаду скорой медицинской помощи из города Назарова. Четвертый вопрос. Мероприятие, проводимое в Назаровской районной полиции, направленное на укрепление материально-технической базы в 2016 году. Значит, по линии министерства здравоохранения Краснодарского края в 2016 году в Назаровской районной полиции в Селегельник. Сумма работ, мебели, оборудование составила 2 миллиона 400 тысяч рублей. Экономия составила 64 тысячи. Значит, ожидается выделение машин санитарного транспорта в Красносоткинскую участковую больницу. Это все должно до конца года, в декабрь месяц. Значит, кроме этого, выделено 300 тысяч рублей на провинение экспертизу и состоятельности работы на здании Преображенского врачебного амбулатория, чтобы предпринять дальнейшие действия, либо ремонтировать, либо ставить модульную врачебную амбулаторию. Значит, разыгранная аукцион, экономия составила 187 тысяч рублей. И на сэкономленные деньги, с учетом ФАПа и аукциона по экспертизе работ, то есть сумма составила более 251 тысячи рублей. Значит, нами написано письмо Министерства здравоохранения Красноярского края на разрешение на покупку с амбутологической установки. Ну, полагается, скорее всего, будет это установлено в Преображенке. Громе этого, значит, достигнута устная договоренность о выделении средств на выполнение проекта смертной документации по Преображенскому врачебному амбулаторию на проведение экспертизы в Раковском врачебном амбулатории в 2018 году. Значит, в поведении социального партнерства будет проведен ремонт амбулатории Сокопинского участкового больницы, помощь оказывает в Розде Сириульский, и окончание работы декабря 2017 года. Сумма именно 900 тысяч, и 100 тысяч у нас было вытрачено на оформление документации и разрешение. Кроме этого, приобретены две машины санитарного транспорта, как разрез Назарушкой, которая на спонсорскую помощь, в количестве 1 миллион 300 тысяч рублей. И для посольства и Павловского общебного амбулатории приобретены машины в Юлии месяце, то есть Юлии месяц они уже работают на территории. Также сейчас, в октябре месяце, было выделено еще 200 тысяч Назарушским разрезом, на который будут установлены три окна в Гракосном ФАПе и приобретены декомические анализаторы для женщинского врачебного амбулатории. Продолжение следует...